Fiat создали машину для молодых, активных и практичных. Модификация Panda Cross получила не только иной обвес с широкими вставками под металл, но и индивидуальную переднюю оптику, расширенные арки, буксировочные проушины, а также особые 15-дюймовые колеса и рейлинги. Впрочем, Fiat решили не ограничиваться экстерьером и прикрутили на Panda Cross улучшенную подвеску и систему полного привода с электронной имитацией блокировки дифференциалов, а также систему помощи при спуске со склона. В список оснащения итальянского авантюриста также попали кожаный салон, информационно-развлекательная система Blue Knee и климат-контроль. Линейка моторов включает крохотный Twin Air на 80 л.с. и дизель объемом 1,3 литра. Внедорожная Panda начнет сходить с конвейера уже осенью. Корейский Kia в очередной раз слегка подтянули свой кросс-бестселлер Sportage. Глобальных преобразований во внешнем облике кроссовера не произошло. Новинка получила свежую решетку радиатора, почти незаметную ретушь переднего бампера и противотуманок, новые задние светодиодные фонари, доступные в качестве опции, антенну акули-плавник и колесные диски иного дизайна. Салон также подвергся незначительным улучшениям. Отметим наличие новых материалов отделки и центральную консоль со светодиодной подсветкой. Панель приборов корейцы также обновили, оснастив ее цветным дисплеем. Увы, но для Европы корейцы не стали пересматривать линейку силовых агрегатов. Так что придется ограничиться привычным набором из одного бензинового и трех дизельных моторов.